Алия Гараева финалистка двух олимпиад, серебряный призер чемпионата мира и победительница чемпионата Европы. Уже в третий раз она приезжает в Тольятти в качестве почетного гостя на открытый турнир по художественной гимнастике. С каждым годом масштабы соревнований растут. Впервые к нам приехало такое количество детей. И я очень рада, что дети к нам едут. Они, видимо, нам доверяют, надеются, что все пройдет хорошо. Но я думаю, что им нравится. Открытый кубок мэра городского округа Тольятти по художественной гимнастике стартовал 23 мая. Универсальный спортивный комплекс «Олимп» встретил более пяти сотен спортсменок из 12 городов России. Возраст гимнасток от 5 до 17 лет. В программу соревнований вошли состязания в личном и командном зачетах по разному уровню подготовки. Победители определялись в многочисленных категориях – от юного гимнаста до первого юношеского разряда. Организация мероприятия легла на плечи Тольятти с конфедерацией художественной гимнастики и Каздюшор Олимп, где этот вид на сегодняшний день активно развивается. Когда приезжают на турнир по художественной гимнастике звезды, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, для детей это очень большой стимул, особенно когда они им потом вручают свои именные подарки. Наверное, для них это вдвойне не то что приятно, а стимулирующе. Поэтому я считаю, для развития и по реализации именно художественной гимнастики это очень нужное мероприятие. Смотреть на выступления художниц, как принято называть спортсменок, можно бесконечно. Этот вид отличает особая грация, женственность и красота движений. Не зря родители предпочитают отдавать дочерей художественную гимнастику. А визиты звезд на Тольяттинскую землю снова и снова стимулируют молодых гимнасток к будущим вершинам. По итогам Кубка мэра города Тольятти местные спортсменки завоевали большое количество наград, в том числе более пяти золотых, массу серебряных и бронзовых медалей. Самое главное – это общее впечатление от прошедшего мероприятия, яркие эмоции и воспоминания от общения со звездами спорта. Альфия Ярулина, Валерий Мальков, Служба информации ВАЗ-ТВ.